Самое главное, чтобы слышали хорошо. Можно плюсик поставить, можно напечатать. Да, я вижу, спасибо большое. Ну что ж, мы с вами сегодня поговорим вот о чем. Поскольку до ЕГЭ осталось фактически две недели, то времени совсем мало. Но тем не менее, есть несколько моментов, на которые стоит обратить внимание и еще успеть рассказать ученикам, для того, чтобы они могли заработать дополнительные баллы, понимали, на что обратить внимание, и не потеряли баллы в 2023 году. Поэтому то, что я вам буду сегодня рассказывать, оно, в общем-то, не очень новое. Но мы попробуем привести в систему и сфокусироваться именно на тех моментах, на которых ученики часто теряют баллы, и на тех изменениях небольших, которые в этом году есть в подсчете баллов. То есть мы посмотрим с вами на то, от чего зависят баллы в продуктивных заданиях части письмо и оговорения в 2023 году, чего не надо делать, чтобы не потерять баллы, или, например, не требуется совершенно по условию экзамен, но ученики почему-то пытаются делать. И что еще можно успеть повторить перед экзаменом. Хорошо? Давайте вот мы о таких вещах и попробуем поговорить. Итак, начнем вот с чего. Вы знаете, что есть первичные тесты и баллы, есть баллы итоговые. Много лет в ЕГЭ было 100 заданий, соответственно, 1 балл равнялся, вернее, 1 задание, правильное выполнение одного задания приносило 1 балл, и в итоге можно было вместе набрать 100 баллов. Тем не менее, в 2023 году количество заданий изменилось. То есть, соответственно, их стало меньше. На первичных баллах можно всего лишь набрать 86 баллов. Соответственно, это повлияло и на их удельный вес, на удельный вес заданий. То есть получается сейчас, что на некоторых заданиях можно получить и потерять гораздо больше баллов. Есть задания, на которых можно до 4 баллов потерять на каждой ошибке. Вернее, не на каждой, а на одной из ошибок. Давайте мы посмотрим на то, что это за такие задания, на чем можно потерять. то есть вот прямо сейчас, что стоит повторить перед ЕГЭ. Вы, возможно, видели вот эту вот таблицу, официальную новую таблицу в соответствии с первичных и тестовых баллов в ЕГЭ по английскому языку 2023 года. Эта таблица вышла в приказе Рособорнадзора о пересчете баллов. То есть посмотрите, пожалуйста, вот мы начинаем с вами с первого задания аудирования. Первые три задания они нам как по одному баллу приносили, так они и приносят то самое первое задание, где нам надо было соотнести. Затем у нас второе задание. И посмотрите, вот мы с вами шли, шли, шли. Мы дошли до четвертого задания, и четвертое задание весит два балла. То есть оно приносит не один балл, а два уже. Затем у нас снова идет вот пока еще по одному баллу расхождение. Затем в восьмое задание еще один балл добавляется. Снова у нас идет расхождение и так далее. То есть вы можете потом взять эту таблицу и посчитать. Но для того, чтобы вам не пришлось считать, я и так вам хочу сказать. Задания по аудированию, особенно третье задание по аудированию и задания по чтению, могут принести, ряд вопросов там не все, могут принести вплоть до четырех баллов. Это огромная разница. И на самом деле задания еще и в лексике и грамматике, в разделе, там один или два вопроса тоже приносят баллов побольше. То есть получается так, что финальные задания, задания на говорение и задания на письменную речь, они как там каждый пункт по одному баллу приносил, он продолжает приносить. Но в аудировании и в чтении задания стали важнее. То есть если мы делаем ошибки там, то мы можем потерять до четырех баллов на некоторых заданиях. Поэтому изучите в свободное время эту табличку, если вы еще на нее не смотрели, и обратите, пожалуйста, внимание. Причем, вы знаете, я вот обычно замечаю вот, что и по своим ученикам тоже, что обычно аудир не чтение как-то сделал, но там не пытаешься добиться стопроцентного попадания, потому что всегда есть какая-то ошибка, всегда есть сложности, особенно в третьих заданиях всегда есть какие-то проблемы. И казалось, ну не наберет ученик одного-двух баллов, это не катастрофично. Гораздо важнее научить говорению, гораздо важнее научить письменные речи, чтобы писал эссе как следует, чтобы говорил, чтобы задавал вопросы. И вот теперь пришлось пересмотреть. Я срочно начал заниматься с учениками, вернее, я срочно начал повторять с ними третье задание на аудирование и на чтение, добиваясь высоких результатов, потому что слишком высока цена ошибки. Коллеги, скажите, пожалуйста, знали вы вот эту вот информацию, или она для вас стала новой? Мне просто хотелось бы соотносить то, что я вам рассказываю, насколько оно соотносится с тем, что вы знали. Поэтому, если у вас есть ученики, которые в этом году сдают ЕГЭ по английскому языку, потратьте наполнительное время. Потратьте это время на чтение и на письмо, на третье задание. Это может быть очень-очень важно и может здорово помочь вашим ученикам. Так, вот я вижу, хорошо. То, что знали, и это замечательно. Но, как я уже говорил, это не столько новость, скорее всего, сколько то, на что стоит обратить внимание. То есть получается, что вес продуктивных заданий остался прежним, а вес заданий на удирании и на чтении вырос. Далее. На что стоит обратить внимание в частях говорения и в частях письма? Это вроде бы мелкие вещи, но это то, с чем ученики ошибаются. На удивление, задание номер три, это интервью в говорении, оказывается для учеников сложнее, чем задание номер четыре, там, где требуется описать картинки. Почему так? Потому что, во-первых, не всегда они эти вопросы хорошо понимают, если произношение сложным оказывается. А во-вторых, поскольку вопрос может состоять, вернее, реплика интервью может состоять из двух вопросов, то ученики часто забывают. То есть, соответственно, не запомнили, ответили не на все вопросы. Либо еще одна проблема не отвечает, не учитывает обстоятельства времени, потому что в вопросе иногда звучит праза, например, «Как там ты праздновал что-то, когда ты был ребенком?» Или «Как ты надеешься праздновать через 10 лет?» И прочее, прочее, прочее. Такие моменты могут быть. Что можно посоветовать ученикам, чтобы они попадали в вопросы и не забывали? На самом деле, есть два приема, как минимум, которые помогают ученикам запомнить как можно лучше. Прием первый. Когда мы слушаем реплику интервьюера, пытаемся представить картинку. Например, если там идет тема, «Как ты праздновал день рождения, когда был ребенком?» Мы представляем ребенка, который празднует день рождения, перед ним, там, я не знаю, торт, например, если там возраст звучит, когда тебе было 7 лет, то большая цифра 7 над головой у ребенка. Все, уже запоминается. Либо еще один вариант есть. Запоминаем ключевые слова и загибаем пальцы. Во время устной части возможность сделать какие-то отметки или что-то себе помечать не будет. Поэтому, например, мы можем загибать пальцы на вопросе интервьюера. Сколько было вопросов? Один или два? То есть, если просто вопрос звучит «один палец, загибаем», если там звучит «and why», загибаем второй палец. И тогда, соответственно, ответили на первый, мы понимаем, что у нас еще остается. Простые приемы, но тоже работают. Далее, какие могут быть вопросы? Вот если мы на них посмотрим, например, вот такие. What spots are popular with things in your country? Один вопрос. What spots facilities are there in the place where you live? Do you use them alone or with your friends? Два вопроса, два пальца загнули. Do you think everybody should practice sports? Why or why not? Do you prefer to watch sports events on TV or live? Why? What new spots would you like to try? И вот этот вот самый вопрос. What spots facilities are there in the place where you live? Do you use them alone or with your friends? Можно представить, например, представляем спортзал, и над ним вопросительный знак висит. И прямо вот как на схеме, на инфографику детей, графическое мышление сейчас развито очень хорошо. Можно или слово alone с вопросительным знаком представить, или, например, один человек или несколько группа. То есть те, у кого зрительное восприятие хорошее, они вполне смогут с этим справиться. Те, у кого хуже, они хотя бы два пальца загнули, и они вспоминают, что там недостаточно ответить только на один вопрос. Вот такие вот моменты. Например, ключевые слова запомнили. Дальше. Если у нас попадает с обстоятельства времени, удобно начинать ответ на вопрос с обстоятельства времени. Например, when I was seven years old, или in ten years сказали, и дальше продолжаем говорить. И тогда мы уже не забудем, не запутаемся, о чем шла речь. Тоже вот вроде бы вещи достаточно очевидные. И вот эти мнимические приемы, о которых я говорил, там, представить картинку, загнуть пальцы и прочее, они не сработают в долгосрочной перспективе. Но для того, чтобы сосредоточиться, и вот эти вот 2-3 минуты, которые отводятся на это задание, потратить, удерживая в голове вот эти вот приемы, они вполне могут помочь. Причем, вы знаете, у меня есть довольно сильные ученики. Один ученик, например, писал пробный ЕГЭ в Москве, он написал на 86 баллов. Я рассчитываю на то, что у него 90 плюс будет, потому что, на самом деле, он посильнее. У него проблемы как раз с интервью. Именно он забывает то, о чем у него спросили. Как только мы стали применять с ним вот этот вот прием, все сразу наладилось. Он перестал забывать. Иногда бывает другая проблема. Он говорит, я настолько этой картинкой увлекаюсь, что забываю какие-то детали, о чем второй вопрос был. Но, тем не менее, после небольшой тренировки он стал запоминать о детали. И, в общем-то, это работает. Далее. Говорение. Задание номер четыре. У нас сегодня короткий вебинар, потому что времени до ЕГЭ мало. Ну и, соответственно, не так много вот этих мелких советов можно дать. Ну и плюс я понимаю, что многим из вас эта информация знакома, и не хотелось бы тратить время впустую для тех, кто знает. А для тех, кто не знает, какова эта новая информация, коротко тоже вполне будет понятно. Итак, какие проблемы типичные с говорением с заданием номер четыре? Во-первых, не понимают коммуникативную ситуацию. Во-вторых, содержание рассказа вот этого. По фотографиям не относится к теме проекта. Как это выражается, что с этим сделать, как научить сфокусировать детей. Коммуникативная ситуация очень простая. Подобрал фото для проекта, надо убедить одноклассника, что эти фото подходят. Но обратите, пожалуйста, внимание вот на какой момент. Об этом не говорится в заданиях, но при оценивании это будет учитываться. Мы отправляем по коммуникативной ситуации только голосовое описание, не картинку саму. Мы отправляем сообщение, где рассказываем, что на этой картинке есть. Поэтому не надо использовать фразу «you can see». Дети любят иногда, они перед ними глазами, перед глазами же картинка. Они говорят «in the first picture you can see», «in the second picture you can see». Но вот эта фраза будет противоречить коммуникативной ситуации. Поэтому, если у вас ученики говорят «you can see» в этом задании, скажите им, что так делать не надо. Это будет считаться за нарушение логичности рассказа и может привести к снижению балла. Это момент серьезный. Опять же, коллеги, поставьте, пожалуйста, плюсик, если вы об этом знали, или поставьте минус, если для вас эта информация оказалась новой. Просто тоже интересно сравнить, насколько то, о чем мы с вами говорим сейчас, насколько оно актуально и полезно. Пока вы ставите, надеюсь. Так, вот, я вижу, нас два человека активно ставят. Вот, я очень рад, что для вас эта информация оказалась новой, потому что это вроде бы мелочь, но я проконсультировался и с ведущими экспертами, и с разработчиками ЕГЭ, честно скажу. И мне все подтвердили, что да, вот это вот так и есть. И было бы обидно, если бы ученики из-за такой мелочи, но ведь действительно мелочь, но что может быть более естественным, чем сказать? «In the photo you can see». Оказывается, не надо так говорить, поэтому скажите вашим ученикам. Значит, уже не зря вы пришли на вебинар. Пойдемте дальше. Задание номер четыре, продолжаем говорить об этом. Вводная фраза. И некоторые дети пытаются перефразировать задание. Такого требования нет. То есть перефразировать его не требуется. Мы вполне можем совершенно так же, как в задании написано, так и сказать «We are doing a project on» и прямо зачитать то, что там за проект. Друга обязательно надо поприветствовать. Обязательно ли придумывать имя? Если ребенок хочет, он может придумать имя, сказать «Hi, Дима» или там как-то еще. Если он не хочет, ему не обязательно придумать никакое имя. Можно сказать просто «Hello» или «Hello, my friend». Главное, чтобы у нас было обращение любое. Поэтому и «Hi», и «Hello» в этом случае это будет засчитано. Напоминаем о проекте. «If you remember, we are doing a project called» и говорим название проекта, прямо вот как написано. И объясняем ситуацию. «I have found two photos which I think will suit it». Все. Никакого другого введения нам больше не требуется. Этих вводных фраз будет абсолютно достаточно простыми словами. Сказали, поздоровались. Дальше продолжаем описывать. Далее момент. Описываем только то, что относится к теме проекта. Как сделать описание логичным? Проще всего говорить про то, что происходит и где происходит. Например, у нас тема проекта, предположим, «Spending free time with children». Как об этом можно рассказать? Вот у нас две фотографии. Я сейчас скажу, где я эти фотографии взял, где можно потренироваться с такими вещами детям сейчас самостоятельно. Но я думаю, что вы эту информацию, в принципе, уже тоже знаете. Вот у нас две фотографии. Если мы на них посмотрим, здесь и action, и location, они разные совершенно. И про них говорить удобнее всего. Например, «In the first photo, a mother is playing with her child on the beach. In the second photo, a mother is reading to her child at home». И затем мы подчеркиваем, что у них общего, как они относятся к проекту. «In both photos, we see parents spending time with their children». И объясняем разницу. «In photo one», опять мы привязываемся к action and location. «In photo one, they are doing a physical activity in the fresh air. In photo two, they are having an intellectual pastime». Можно так сказать? Вполне можно. Не все дети смогут вспомнить выражение «intellectual pastime». Ничего страшного. Они могут сказать, например, «they are spending time quietly at home». Тоже, может быть, все равно будет противоречие между «physical activity» и «in the fresh air». Если даже небольшой повтор у нас произойдет, там сказали «at home», снова повторили, то это не страшно, это не нарушает фактически моментов. Поэтому вот эта фокусировка, она очень-очень облегчает жизнь даже слабым ученикам, которым не приходится что-то придумывать. Далее. У нас идет основная часть. «Mention the advantages of the two types of activities». «Mention the disadvantages». И вы знаете, несмотря на то, что такое выделение логичное, некоторым ученикам почему-то трудно. Они хотят сначала сказать преимущество и недостатки одного вида деятельности, а потом преимущество и недостатки другого вида деятельности. Видимо, им так просто проще сосредоточиться. И возникает вопрос. А можно ли так поступить? Не будет ли это нарушением структуры? Не будет ли это нарушением плана? На самом деле можно. Главное – решить коммуникативную задачу. В отличие от задания письменного, где требуется, прямо в критериях написано, следует плану, то в густной части здесь такого критерия нет следования плана. Поэтому, если ученик не запутается, не забудет сказать и про advantages, и про disadvantages, но хочет сначала сказать преимущество и недостатки одного вида деятельности, а затем второго – этого тоже будет достаточно, это тоже абсолютно допустимо, совершенно никакой проблемы нет. Вот как мы с вами, например, говорили про эти моменты. Так, я прошу прощения, у меня почему-то вместо того, чтобы идти вперед, у меня по клику мышки оно назад шло. Далее, что важно. Когда мы сравниваем, ученики почему-то автоматически опять скатываются, начинают сравнивать и говорить the advantages of the first photo, the disadvantages of the first photo. Здесь стоит напомнить еще раз, что, ребята, мы говорим о видах деятельности. Мы не сравним фото, не надо говорить слово photo. The advantages of, например, там, spending free time with children in the fresh air are these. The disadvantages are these. Если по одному преимуществу и недостатку назвали, этого тоже будет достаточно. Далее, нам надо выразить свое мнение. В чем бывает проблема? Во-первых, у нас есть заданный аспект. Мы четко говорим про аспект, не про фотографии, опять же. Во-вторых, иногда ученики забывают использовать вот эти вот слова-связки in my opinion или I believe that. То есть они выражают мнение, вроде бы, но непонятно, что это их личное мнение. Это просто звучит как некая такая всеобщая истина банальная. Помните, как Джейн Остин с Pride and Prejudice начинается? It is a truth universally acknowledged that a single man in possession of a large fortune must be in want of a wife. И вот эта фраза, это же не личное мнение автора, правда? Это universally acknowledged. И нет там никаких слов I believe, I think и прочее. И вот ученики почему-то иногда делают так же. Они выдают некие безличные предложения, считая, наверное, что так будет тоже хорошо. Нет, здесь обязательно подчеркнуть, что это свое мнение. То есть любые слова. In my opinion, I believe, I think, I am sure. Главное, чтобы у нас I прозвучало или my прозвучало, если мы говорим my opinion. И затем надо не забыть, что это голосовое сообщение. Поэтому нам любая завершающая фраза подойдет. Абсолютно любая. Вполне логично было бы сказать, например, call me back and let me know what you think about these photos. Можно как-то по-другому сказать. Но вот такой фразы вполне достаточно. Главное показать, что вот у нас это описание закончено. И все. И этого тоже будет достаточно. Опять же, не думаю, что я вам сильно новое что-то сказал. Но скажите, пожалуйста, были ли здесь какие-то мелкие вещи, которые вам показались важными, и про которые, может быть, вы не знали, может быть, вы им не придавали значения ранее. Вот, может быть, наоборот, вы с облегчением вздохнули и сказали, ну и слава богу, что так тоже можно. Или не было таких. Вот, пока вы, надеюсь, ставите плюсы или минусы. Минусы, если не было таких, плюсы, если что-то было для вас. Так, вот что-то на что-то обратили внимание. Замечательно. Значит, это ваш мученикам поможет. Давайте мы с вами посмотрим теперь на задание 38. Я, с вашего позволения, электронное письмо разбирать не буду. Там никаких тонкостей нет. Все как было, так и есть. Все совершенно четко. А вот с заданием 38 здесь опять возникают проблемы иногда. Итак, у нас есть коммуникативная ситуация. Как мы знаем, мы пишем проектную работу. Что здесь важно? Здесь очень важно посмотреть, кто субъект исследования, кого опрашивали. Потому что если там идет речь про teenagers, например, how teenagers spend their free time, то это не то же самое, что просто people in that land. Причем это не то же самое. Не только потому, что в таблице немножко разные данные, конечно, будут написаны. Одни более характерны для подростков, другие более характерны для людей в целом. Но, тем не менее, вот почему это важно. Потому что ученики иногда неоправданно обобщают. И речь у нас шла про подростков, а они вдруг, когда описывается проблема, они начинают не про подростков писать, а начинают говорить просто про людей в целом. И это неправильно, потому что получается, что мы либо расширяем тему, либо мы, наоборот, ее сужаем или подменяем субъекты исследования. Поэтому этот момент важный. И в введении мы указываем тему проекта. Опять же, перефразировать здесь не требуется. Более того, обратите, пожалуйста, внимание, очень многие ученики, большинство, пытаются начать с того, чтобы описать важность этой темы. Но в критериях такого нет. То есть важность на самом деле доказывать не требуется. Не обязательно писать, что такая-то тема очень важна. Если хотят, они могут это сделать. Просто это не принесет дополнительных баллов и не унесет никуда. Поэтому если у вас есть ученики, которые испытывают сложности с количеством слов, слишком много пишут, предложите им написать проще. For my project – название проекта. I have found some data. The results of opinion polls. И посмотрите, пожалуйста, polls во множественном числе или в единственном задании будет говориться. Как говорится в задании, так и пишем. That are represented in the – и говорим, где они там представлены. Table, pie, chart, diagram и так далее. И затем I am going to analyze these results and comment on them. Мы же анализируем именно результаты, правда же? Поэтому так и пишем. To analyze these results and comment on them. И все. И в принципе у нас такого короткого введения вполне будет достаточно. Главное, чтобы мы назвали тему проекта. Причем, если ученик хочет, он может прямо в кавычках взять эту тему проекта и процитировать название ровно так, как написано. Если он не хочет брать в кавычки, он может просто объяснить проект о том-то. A project on. Оба варианта допустимы. Есть несколько ключевых моментов, о которых тоже забывают. Желательно. Я сейчас расскажу, что такое желательно, потому что, когда мы говорим о критериях, возникает вопрос. Ну что значит, желательно, обязан или не обязан? Мы же про критериально цель не говорим. Тем не менее, желательно в описании и в сравнении в нашем анализе использовать все пять пунктов, чтобы не получилось так, что мы описали два пункта в одном абзаце, и потом эти же два пункта мы начали сравнивать. Это будет неверно. Почему так? Просто сама логика коммуникативной ситуации. Я прошу прощения, к вечеру, в конце недели уже немножечко язык начинает запутываться. В чем здесь логика коммуникативной ситуации? Мы же изучаем результаты опроса. Правда? Поскольку мы их изучаем, было бы странно какие-то результаты выпустить и сфокусироваться только на одном-двух. Тогда получился бы анализ вроде бы неполный. Поэтому, хотя такого требования в оценивании нет, полноты анализа, в этом году, по крайней мере. Но, тем не менее, комиссии говорят, что в следующем может такое появиться. Давайте подождем, появится ли не появится второй вопрос. Но, тем не менее, ориентируйте учеников на то, чтобы они постарались в двух абзацах, в втором и в третьем, все пять пунктов упомянуть. Поверьте, это абсолютно несложно. Затем возникает следующий шаг. Надо ли в абзаце номер два описывать крайние цифры, то есть самую большую и самую маленькую цифру? На самом деле, не обязательно. Более того, я своим ученикам говорю, что, ребята, гораздо удобнее оставить две крайние цифры как раз для следующего абзаца, для сравнения и выводов. Имели мы право так сделать? Да, имеем. Когда это может иметь преимущество? И это может иметь преимущество, когда нам трудно по самой теме проекта какие-то объяснения вот этих вот несопоставлений, вернее, не сопоставлений, а наоборот, объяснения вот этих вот различий какие-то придумать. Потому что, ну, бывает же так, что смотришь и думаешь, что тут сказать-то можно? По этому поводу. Я не знаю, как вы, я признаюсь честно, я иногда теряюсь от этих заданий. Не в том плане, что я не знаю, что делать. Я знаю, что делать. Мне не сразу приходит идея в голову, как объяснить такую разницу. Но вы знаете, на самом деле, я просто думаю, если я взрослый человек, опытный как раз в таких вещах, я не сразу придумываю, насколько ученикам, наверное, будет непросто. Но вы знаете, с другой стороны, это хорошее задание, потому что оно приучает смотреть на разные стороны и высказывает предположения. На самом деле, этим вещам учеников учатся на других предметах, не только по английскому языку. Поэтому я ученикам говорю сразу, ребята, если вы понимаете, как объяснить, выберите сразу цифры, которые вы будете сравнивать. И подумайте, что вы предположите, почему такие различия. Если вам это пришло легко в голову, то тогда вы можете брать любые цифры, которые вам удобны. Если вам никак не приходит в голову эта разница, возьмите тогда крайние цифры для сравнения, самую большую и самую маленькую. На третьих абзацах оставьте, а второго абзаца опишите три остальных показателя, которые у нас получились. И важный момент, опять же, цифры надо писать цифрами. Про это говорят с прошлого года. В задании прямо указано, что писать цифры цифрами. Все равно некоторые ученики вместо цифр пытаются написать словами, либо еще хуже делают. Они цифры эти не упоминают, а просто пишут one third, one fourth, a quarter. Это все, конечно, хорошо, когда пишут. Это хорошее проявление словарного запаса и прочего. Но если у вас есть ученик, который очень любит писать, nearly a third, approximately one quarter, вы ему скажите, скажите, ребята, напишите скобчик цифру, проценты. Хуже точно не будет. Цифры должны быть. Поэтому если, например, они только одну цифру написали, а дальше пошли вот такими словами писать, это могут посчитать за логическую ошибку, потому что это действительно не совсем верно. Особенно цифры там, они все неровные, и там крайне редко бывает действительно exactly one third. Там все время какая-то аппроксимация идет в таблице. Какие фразы можно использовать? Для второго абзаца я вам сейчас скажу, откуда я взял, кстати, эти удобные фразы. Я думаю, что вам тоже эта книга пригодится. Например, вот такие. To begin with, I would like to say that. Или as it can be seen from the table, или the pie chart, и описываем according to the table, according to the diagram, one can see from the table that. The results show that the largest percentage of participants express a preference for. Whereas, называем число appeared to be. Кстати, возникает вопрос percentage. Это множественное число или единственное? На самом деле это может восприниматься и как множественное, и как единственное. Это тот самый collective noun. Так же как government, так же как police, когда в каких-то случаях мы можем сказать the police are, в каких-то the police is. Поэтому и такой, и такой вариант абсолютно допустим с точки зрения языка. Но, тем не менее, вот несколько полезных фраз, которые сразу делают громадь более сложной и речь более красиво звучащей. Далее. Как я уже говорил в абзаце 3, надо предложить объяснение данным, почему они могут быть такими. И здесь многое зависит от того, насколько действительно у детей развита способность аргументировать свои действия, поступки, или не только свои, а вообще, насколько они привыкли аргументировать что-то. Но тут уже за две недели ничего особо не сделаешь, что научились, что умеют делать, то умеют, чему научились, тому научились. Но посмотрите, пожалуйста, какие фразы могут нам пригодиться. Например, the statistics allow me to make some comparisons. Или in comparison with, назвали что-то, и говорим, как что-то меняется. Или in contrast. In terms of. However, there is a difference of the sentiment among the people who, and, и так далее. Почему я про это говорю? Потому что, к сожалению, иногда ученики начинают использовать очень оценочные фразы. Например, interestingly enough, или surprisingly. Но беда в том, что они их используют механически, и они их применяют иногда к таким вещам, которые не являются особо интересными, или совершенно ничем не удивляют. И дети не доказывают дальше, что это действительно surprisingly. То есть, когда они объяснение какое-то предлагают. И тогда эти фразы становятся нелогичными. Поэтому предложите им, если только действительно они показывают, почему это интересно, смогут объяснить. Пусть тогда используют interestingly enough или surprisingly. Если нет, возьмите от греха подальше вот такие безличные фразы. Будет сразу легче. Вы убережете учеников от совершения логической ошибки. К сожалению, эта ошибка довольно частая. Далее. Описание проблемы. И проблема, и решение предлагаемое должны быть реалистичны. Это очень важный момент, про который ученики часто забывают. Что значит реалистичное? Предположим, если речь шла, как в прошлой демоверсии прошлого года, если речь шла про чтение, помните, там у нас было электронную книгу, кто-то читает, или бумажную. И задание было описать возможную проблему, которая может быть связана с чтением. Что будет реалистичной проблемой? Например, от чтения портится зрение. Правда? Это, конечно, правда. Какое может быть реалистичное решение? Надо читать, надо соблюдать гигиенические требования. Читать в светлом месте и не читать в темноте. И давать глазам отдых. Хорошее решение, конечно, хорошее, реальное. Что было бы нереалистичным решением? Надо придумать новый тип материала, из которого делают книги. Конечно, это нереалистичное, поэтому там могут посчитать зоологическую ошибку. Поэтому предлагаем и проблему, и решения реалистичными. И при этом в этом году, как и в прошлом, проблема необязательно должна вытекать из результатов опроса. Если есть возможность связать, пожалуйста, можно связать. Если нет возможности связать, можно просто говорить про проблему, отрываясь от результатов, от цифр, которые мы только что описывали, просто все равно мы продолжаем с вами теми же, те же самые идеи. И вот небольшой словарный запас, который может нам пригодиться. Например, И вот этих фраз тоже будет абсолютно достаточно для того, чтобы их использовать в сочинении. Возможно, вы захотите их использовать, предложить вашим ученикам, потому что здесь в этом задании оно довольно формализовано, как любая учебная работа, которую мы пишем в ответ на задачу учебную. Поэтому здесь не обойтись без вот таких ключевых фраз каких-то. И, наконец, заключение. Точно так же, как в устной части, в абзаце 5, мы выражаем личное мнение. Не забываем написать personally или as far as I'm concerned или I'm convinced или to my mind или from my point of view. Вроде бы совсем простые вещи, но проблема возникает ровно та же самая. Дети пишут таким образом, вроде бы дети пишут таким образом, что непонятно, это их личное мнение или не их личное мнение. Поэтому точно так же мы говорим, ребята, используем link in words, link in phrases, в которых будет либо personally, либо I каким-то образом будет выражено. Вообще с link in devices ситуация очень важная. обязательно надо, чтобы и в каждом абзаце электронного письма были слова-связки вводные прямо в начале абзаца. И здесь, естественно, тоже эти вводные связки очень нужны. Это особенно важно. Поэтому напомните, пожалуйста, ученикам про такие моменты, дайте им эти опоры, если они еще забывают про такое, и у них получится это все. И, наконец, еще один важный момент. Вы наверняка обращали внимание на то, что в колонке грамматика в задании 38 написано, что задание соответствует высокому уровню сложности. Что будет на практике? То есть, что будет, если у вас ученик пишет довольно простыми предложениями? Ну, пусть там сложно сочиненный, сложно подчиненный, но без каких-то вот этих вот признаков, высокого уровня сложности. Среди этих признаков, я напомню, перечисляется страдательный залог, условные наклонения, complex subject, complex object. Будет ли это катастрофа, и действительно ему так снизят оценку? На самом деле нет. Эксперты обращают внимание на то, чтобы не было действительно грамматических ошибок, ну и чтобы не все уж предложения были простыми. Тем не менее, есть логичные ситуации, в которых мы можем использовать те или иные явления, и они прекрасно ложатся вот в эти абзацы, если мы захотим. Их не обязательно все использовать, но может быть, что-то поможет. Например, страдательный залог очень удобно использовать в поведении. И так далее. Условные наклонения очень логично использовать в описании проблемы и решения. If this is done, then this will follow. Пожалуйста, вот условные наклонения, или наоборот, if this is not done, then the problem will become more important. Или the difficulty will increase и так далее. Где можно использовать complex subject и complex subject? тоже, на самом деле, очень легко. В абзацах 3 и 4. Many people seem to believe. Others would like their parents to do. Или там others would like to be, там что-то to be served. И прочее, прочее, прочее. То есть, на самом деле, опять же, и эта грамматика, которая является показателем высокого уровня сложности, она понятна, и ее довольно легко можно встроить. Вот такие вот моменты основные, про которые я сказал. Как я говорил, у нас довольно короткий вебинар. Я сейчас еще буквально минутки 3-4 или ваше внимание займу, но я хотел бы снова вас спросить. Скажите, пожалуйста, из того, что я говорил, что вам показалось, может быть, что-то новым показалось, может быть, вам что-то показалось особенно важным, может быть, вы что-то знали, но не обращали внимания, не считали, что это важно. Если можно, напишите, пожалуйста, в комментарии, потому что мне бы хотелось понимать, насколько то, о чем мы с вами говорим, действительно оказалось полезным для вас и, соответственно, будет полезным для ваших учеников. Хорошо? Поэтому, если можно, напишите, пожалуйста. А я обещал сказать, где и как можно потренироваться. Вот те самые три минутки, которые я с вашего позволения займу, а потом зачитаю как раз комментарии, пока вы пишете. Во-первых, как вы знаете, есть замечательный онлайн-тренажер, который находится по этому адресу exam-assimulator.ru. Это единственный онлайн-тренажер в России, который имеет сертификат от ФИПИ, который подтверждает как раз, что да, уровень сложности соответствующий, и сами задания соответствуют тому, какие требования предъявляются к заданиям экзаменационным. Обратите, пожалуйста, внимание на то, что задания в этом тренажере, они немножечко сложноваты. То есть на самом экзамене будет больше заданий более простых. А в тренажере какие-то вещи смотришь и понимаешь, что не все так легко делается. Но здесь это было сделано специально. Вот эта сложноватость добавлена для того, чтобы работать по принципу тяжело в учении, легко в бою, как мы с вами знаем. Лучше пусть нам на тренировке будут давать высокие образцы. Это как в спорте высоких достижений. Если будешь замахиваться на мелочь, обязательно сделаешь хуже, чем то, на что замахивался. Но зато до экзамена будет легко и приятно. Также посмотрите, пожалуйста, к сентябрю выйдет новое пособие. Это мы с вами уже на следующий год задумаемся, как нам быть. Вот многие вещи, которые я вам рассказывал и показывал, они в эти новые пособия и заложенные простыми словами объясняются замечательной тренировкой. Мы еще будем про эти книги говорить отдельно. И авторы выспыт расскажут. Да и я сам с вами поговорю об этом, конечно же. Но посмотрите, готовятся к выпуску пособия «Improve your writing skills» авторы Ирины Викторовны Хитрова и Натальи Сергеевны Зверева. Они же, кстати, являются и авторами тренажера вот этого «Exam Simulator». То есть то, что прошло сертификацию FIPI Video Online, положено в основу тот сам опыт и создание этих книг. Там как раз очень подробно разбираются задания 37 и 38, причем не просто подробно, там очень пошаговая подготовка учеников идет, где ученики в процессе работы напишут несколько эссе, несколько песен, но они очень-очень отрабатывают все вот эти вот фразы. У меня привилегированное положение. Я как главный редактор издательств, естественно, имею доступ к этим материалам. Я их проверил на своих учениках. Вы знаете, работает, хорошо работает, помогает. Речь богаче становится, точнее и прочее. Я не с такой тревогой теперь жду результатов учеников, которые пойдут ЕГЭ сдавать. И выйдет еще очень интересное пособие по устной речи. Автор этого пособия Юрия Николаевна Евсеева. Она является одним из разработчиков тестов МЦКО Московского центра качества образования, одним из методистов. И Алина Дмитриевна Микамба. Новая фамилия, очень надеюсь, что вы ее тоже запомните. Она преподаватель одного из ведущих вузов России. У них тоже прекрасные результаты в подготовке. Там принцип построения совсем другой, но поверьте, он тоже интересный. Но я про это еще буду рассказывать. Итак, я посмотрю на ваши комментарии, то, что вы пишете. Итак, полезно все. Большое спасибо. Причем, знаете, очень приятно слышать этот человек, который не пропускает вебинаров, с которым мы регулярно встречаемся на разного рода онлайн-мероприятиях, не только на мероприятиях титула. Спасибо за полезную информацию. Очень полезно. Полезная информация. Все нюансы всегда сложно держать в голове лишним. Напомнить о них никогда не бывает. Да, я и презентацию так построил, чтобы вы могли просто взять и с своим учениками еще раз пробежаться, проговорить. Поэтому она короткая, компактная и удобная. Приятно, что иду правильным путем. Спасибо за вебинар. Ну вот, замечательно. Иногда, знаете, достаточно убедиться, что все делаем правильно, что все делаем правильно и становится важно. Коллеги, давайте сделаем так. Я сейчас в чат эту презентацию отправлю, чтобы вы ее могли скачать. Хорошо? И могли бы взять с учениками и просто пробежаться еще раз повторить. Сказать, ребята, смотрите, на что стоит обратить внимание. Я в презентации нашел опечатку. Я не знаю, заметили вы ее или нет. Надеюсь, что не заметили. В русском языке, конечно, не в английском. В английском все чисто. Вот, ну, прошу прощения. Одну букву лишнюю напечатал. Было там на одном стае. Не буду поправлять. Все, отправил презентацию. Она всего 400 мегабайт. Ой, килобайт. Даже одного мегабайта нет. Вы ее можете скачать буквально за секунду. Вот. Ну что ж, спасибо вам большое за ваше внимание. Я желаю вам успеха, вашим ученикам. Вы знаете, вот ученики не верят обычно и не думают об этом. Но учителя переживают и волнуются не меньше, чем родители. Я желаю, чтобы все ваши волнения были оправданными. Чтобы все силы, которые вы вложили в учеников, они обязательно вернулись к вам в виде благодарности учеников, в виде их успеха и в виде вашего осознания того, что мы не зря все вместе работали. И вы сами по себе и на вебинарах, и не зря создаются книги хорошие, тренажеры и прочее. Спасибо большое, коллеги. Мы на этом заканчиваем. У нас короткий вебинар сегодня, 40 минут. Спасибо. До свидания.